Здравствуйте, Виктория. Чем я могу вам помочь? Летом вы сможете работать в ДПО Москва-Калачевская, Москва-Николаевка, Новосибирске, Вадлили и Новороссийске. Виктория Лисович не понаслышке знает о работе проводника. Боец, а позже и командир отряда «Альтовиста», сегодня Вика занимаемую должность оператора Всероссийского колл-центра студотрядов считает повышением. Да, конечно. Возможность помогать людям со всей России – это определенно повышение, когда ты помогаешь не только своим ребятам, но и остальным бойцам. Создание консультационного центра в Омске для бойцов всей страны стало возможным благодаря реализации проекта регионального отделения РСО «Трудовой навигатор», ставшего победителем конкурса на предоставление грантов президента России. На полученные средства омичи обучили специалистов территориальных колл-центров, приобрели оргтехнику, подключили телефонную связь, определили размеры заработной платы специалистам. Благодаря инициативе Омского штаба сейчас реализуется этот проект. Вообще очень много идей исходит именно из Омска, я могу сказать по секрету. Несмотря на то, что мы находимся так далеко от Москвы, очень много идей идет именно отсюда. Мы подготовимся к сезону, потому что каждый год все меняется, рабочих мест становится все больше, трудовых проектах, на которых работают наши студенты, становится все больше. И вообще, в принципе, бойцов студенческих отрядов становится все больше, поэтому, да, мы готовимся к этому периоду. Ну и еще в этом году у нас же будет проходить слет в Москве юбилейный. То есть, как раз часть вопросов мы забираем на себя, тоже наш колл-центр студенческих отрядов. Отбор в ряды бойцов студенческих отрядов, обучение командного состава, работа на объектах, получение зарплаты и многие другие моменты можно будет оперативно решить с помощью специалистов колл-центра. 240 тысяч студентов, которые летом одевают студотрядовские куртки, они все свои проблемы могут обращать сюда. И именно для этого нам потребовалась поддержка гранта президента, чтобы расширить возможности, чтобы создать дополнительные рабочие места, чтобы создать там серьезный аналитический отдел. Потому что принять звонок – это даже не 10% работы колл-центра информационного и самого гранта президента, потому что задача отработать его, не допустить проблематики, ее расширения. Ну и по сути помочь студенту в той ситуации, в которой он мог оказаться, они могут быть абсолютно различными. Сейчас звонки принимаются в дневное время, но к 1 июня центр начнет работу в круглосуточном режиме.